За минувший год по всем отраслям экономики отмечался рост. Аграрии на 37% увеличили сбор овощей. Оборот розничной торговли составил 36,5 миллиардов рублей. А основные налоговые отчисления в казну города по-прежнему приходятся на транспортный комплекс. Отдельное внимание в 2017-м местные чиновники уделяли градостроительной политике. Предприятиями строительного комплекса города выполнено подрядных работ на субу 11 миллиардов рублей, что составляет 125,8% к предыдущему году. Сдано в эксплуатацию 248,3 тысяч квадратных метров жилья, в том числе многоквартирного 211,6 и индивидуальное жилого строения 37,7 тысяч квадратных метров. Я бы хотел предостеречь сейчас и Новороссийцев, и вас как актив, что не нужно увлекаться точной застройкой. Сверяйте часы с интересами жителей. Не может власть быть во всем права, только потому, что на власть у нее есть возможность, она берет и реализует проекты. Вот эти проекты в первую очередь для горожан. Поэтому с горожанами надо хоть как-то периодически хотя бы часы съявлять, нужно ли им вот те жилые комплексы, которые сегодня растут. Давайте не убьем ее, в том числе и набережную Новороссийска. Она видовая, она достойна портового города крупного, как Новороссийска. Я думаю, она не нуждается в каких-либо там дополнительных ресторанчиках, ресторанах, кафешек или еще что-то запланированных. По уровню социально-экономического развития Новороссийск занимает третье место в регионе. Но все так же почти половина жалоб. Жители, которые поступают к губернатору, связаны со сферой ЖКХ. Вениамин Кондратьев сообщил, что из бюджета региона планируют выделить больше 250 миллионов рублей на реконструкцию Троицкого водопровода. На эти деньги планируют построить почти 20 километров сетей. Но по-прежнему в Новороссийске остро стоят вопросы газификации. Голубого топлива нет в шести населенных пунктах муниципалитета. Городскую власть губернатор призывает не давать пустых обещаний, а обозначить конкретные сроки подключения к газовым сетям. Я согласен, что за газ должен кто-то платить. Я абсолютно согласен, что пять домов не нужно газифицировать, если все в населенном пункте. Но, коллеги, я здесь призываю к чему? Я к честности, открытости и прозрачности. Если мы не будем газифицировать этот населенный пункт, давайте не давать людям надежду, а скажем, что из-за экономических моментов, а ведь во всем есть экономика, мы этого делать не будем. Вот я к этому призываю, то есть власть быть честной, открытой. И тогда люди поймут, что их не обманывают и за нас их не водят. При первой же возможности органы государства власти направляют появившиеся средства на решение острых социальных вопросов. В эту среду, 28 февраля, будет сессия законодательного собрания Краснодарского края, на которой будет рассматриваться инициатива главы администрации губернатора Краснодарского края, о дополнительном выделении средств на развитие и дорожной сети. Дополнительное финансирование пойдет на программы в области ЖКХ, создание новых мест в садиках, школах, на отрасль культуры, социальную защиту, спорт и многое другое. Доклад главы муниципалитета о проделанной работе депутаты гордумы приняли единогласно. А неравнодушным горожанам за активное участие в жизни Новороссийска Вениамин Кондразев вручил благодарности.